Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лекс Фридман, и это отрывок из моего разговора с Джоном Миршаймером, где он анализирует, как Владимир Путин видит мир. Если вы хотите посмотреть полный разговор с Джоном, пожалуйста, переходите в плейлист «Лекс Фридман на русском» по ссылке в описании. Там вы найдёте полные версии подкастов, которые мы перевели на русский. А в дальнейшем их будет ещё больше. Если вы включили видео и слышите английский язык, пожалуйста, нажмите на шестерёнку в углу и выберите «Звуковая дорожка русский». Большое спасибо Юрию с этого канала Карлсон ТВ за помощь и вообще за то, что он прекрасный человек. И спасибо вам за время и поддержку. А теперь, дорогие друзья, Джон Миршаймер. Можем ли мы поговорить о разуме Владимира Путина? Вы упомянули, что его стремление к империалистическому завоеванию и что его как бы мечты об империи не имеют отношения к реальности. В 2021 он написал эссе о «Едином народе». Как вы считаете, в какой степени есть основания полагать, что он всё ещё мечтает о возможном воссоздании бывшего Советского Союза? Нет. Он ясно дал понять, что любой человек с трёхзначным IQ понимает, что думать о воссоздании Советского Союза — безумие. Он считает трагедией распад Советского Союза. Но, как он ясно сказал в том эссе, в эссе от 12 июля 2021 года, и как он однозначно говорил в своих речах ранее, непосредственно перед вторжением в Украину, что он принял распад Советского Союза и принял статус-кво в Европе, за исключением того, что он не приемлет идею о том, что Украина станет частью НАТО. Он находится у власти уже более двух десятилетий. Может ли власть в какой-то степени повлиять на способности лидера видеть картину мира и ясно, неискажённо? Как вы думаете, власть в какой-то степени развратила Владимира Путина? Мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я его не знаю и тщательно его не изучал с точки зрения его общей деятельности на протяжении 23 лет, которые он находится у власти. Я изучал его как стратега и изучал, как он ведёт себя с Западом. И в целом, с международной системой в самых общих чертах с 2014 года. И я считаю его первоклассным стратегом. Это не значит, что он не совершает ошибок. И он признаёт, что совершил некоторые из них. Однако я думаю, что здесь Запад имеет дело с грозным противником. И я не вижу никаких свидетельств того, что он либо потерял свою прыткость, либо что власть испортила его представление по части стратегических вопросов. Значит, он постоянно ставил во главу угла «безопасность». Как и для Соединённых Штатов, для него главная безопасность России и уверенность в том, что НАТО не приближается к её границам. По-моему, это очевидно. Да, я думаю, как я подчеркнул в начале нашего разговора, что лидеры ставят безопасность или выживание выше всего остального. И, кстати, он дал ряд выступлений и пресс-конференций, помимо написания той знаменитой статьи от 12 июля 2021 года, на которую вы ссылались. Итак, у нас есть довольно чёткая стенограмма того, что он говорил. И я бы утверждал, что об этом он и думал в преддверии войны в феврале 2022 года. И если вы прочитаете его слова, то станет ясно, что он отдавал предпочтение безопасности и выживанию. Он был глубоко озабочен безопасностью России. А Россия во многих отношениях довольно уязвимое государство, особенно если вспомнить, как она выглядела в 1990-х. Об этом вы знаете лучше меня. Она была в ужасном состоянии. Китайцы говорят о столетии национального унижения. Можно утверждать, что для русских это было десятилетие национального унижения. И Путину, как мне кажется, потребовалось немало времени, чтобы вернуть русских к жизни. Думаю, в конце концов, ему это удалось, но на это ушло немало времени. И я думаю, он понимал, что у него не особо сильная рука. Рука у него была слабой, и ему пришлось быть очень осторожным, очень осмотрительным. Думаю, что так оно и было. Еще мне кажется, что это очень отличается от Соединенных Штатов. США были доминантом. Это было самое мощное государство в истории мира. Самое мощное государство относительно всех его возможных конкурентов. Примерно с 1989 года. Точнее, после декабря 1991 года, когда распался Советский Союз. И до, я бы сказал, 2017-го мы были невероятно могущественными. И даже после 2017-го и вплоть до сегодняшнего дня, США остаются самым мощным государством в системе. Благодаря нашему географическому положению, мы находимся в выигрышном положении для выживания, для выживания в любом соперничестве великих держав. Поэтому ситуация, касающаяся Соединенных Штатов, отличается от ситуации относительно России. Они просто гораздо более уязвимее, чем мы. И поэтому я думаю, что Путин более щепетилен в вопросах безопасности, чем любой американский президент за последнее время. Европа с одной стороны, Китай с другой. Это сложная ситуация. Да, и мы уже говорили о 1812-м годе, когда Наполеон вторгся в Москву и сжег ее дотла. Мы говорили о Первой мировой, где русские фактически потерпели поражение и сдались. А потом мы говорили о 1941-1945 годах, где, хотя, к счастью, Советы одержали победу, но это было очень непросто. И я имею в виду, что те потери и те разрушения, которые потерпел Советский Союз от немцев, в них очень трудно поверить. Так что они очень чувствительны. Вы прекрасно понимаете, или, по крайней мере, вы должны понимать, почему идея приближения Украины как члена НАТО к их границе их очень напугала. Я не понимаю, почему большинство американцев этого не понимают. Это сбивает меня с толку. Я думаю, что это связано с тем, что американцы не очень хороши в том, чтобы поставить себя на место других. А ведь если вы хотите быть первоклассным стратегом в международной политике, вы должны уметь это делать. Вы должны поставить себя на место другой страны и размышлять о том, как они думают, чтобы не совершать глупых ошибок. И в качестве отправной точки, американцы обычно видят себя как бравых парней, а других как плохих парней. И вы должны уметь проявлять эмпатию тому, что русские тоже считают себя хорошими парнями. Китайцы считают себя хорошими парнями. Просто быть в состоянии сопереживания. Если они хорошие парни, это как в том смешном скетче. А мы что, злодеи? Представьте, что США могли бы быть плохими парнями. Во-первых, посмотрите на мир так, как если бы США играли плохих парней, а Китай — хороших парней. Как выглядит этот мир? Умейте просто существовать с этой мыслью. Потому что именно в это будет верить китайское руководство и многие китайские граждане. Если не сейчас, то, возможно, в будущем. И вам придется делать расчеты и моделировать, исходя из этого. И то же самое с Россией, и то же самое с другими странами. Да, я на сто процентов с вами согласен. И я всегда вспоминаю Майкла Макфолла из Стэнфорда, который был американским послом в России, по-моему, с 2012 по 2014 год. И он сказал мне, что говорил Путину, что ему не нужно беспокоиться о расширении НАТО, потому что США — это доброжелательный гегемон. Я спросил Майка, какова была реакция Путина. И Майк ответил, что Путин в это не верит. Однако Майк считал, что он должен в это верить, и что мы можем расширить НАТО на восток, включив туда Украину. В конце концов, нам это сойдет с рук, потому что мы — доброжелательный гегемон. Но дело в том, что Путину так не кажется. Путин видел нас как злонамеренного гегемона. И то, что думает Майк или любой американец, не имеет значения. Важно то, что думает Путин. Но также почему-то бьют барабаны войны. Расширение НАТО по какой-то причине оказалось под угрозой. Вы говорили о том, что расширение НАТО мертво. И с геополитической точки зрения Европе нет смысла расширять НАТО и дальше. Тем не менее, эта угроза была озвучена. Так почему же, с вашей точки зрения, идет подталкивание к расширению НАТО? Есть две причины. Во-первых, мы думали, что это замечательная идея — вовлекать все больше и больше стран в НАТО. Мы считали, что это способствует миру и процветанию. В конечном итоге это было ради благой цели. А также мы считали, что такие страны, как Украина, имеют право вступить в НАТО. Это суверенные страны, которые сами могут решать. И у русских нет никакого влияния на то, что хочет делать Украина. И наконец, и это я подчеркивал ранее, мы были очень сильны и думали, что можем им это навязать. Таким образом, сочетание этих факторов привело нас к тому, что мы проводили политику, которую я считаю идиотской. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok